Своебразный гимн весне, все расцветает, текут ручьи. В программе песни с текстами на латыни в староанглийском, старофранцузском, каталонском и других языках Старой Европы. Разобраться с произношением помогают филологи. Ансамбль «Кантикум» из Москвы. Идеолог проекта Анна Витлугина. Композитор, писательница, творческий человек, влюбленный в музыку позднего Средневековья и Ренессанса со времен учебы в консерватории. Она за органом. Его партия – основа, в которую вплетается звучание старинных инструментов. «Твоим зеленым рукавам я жизнь без ропота отдам» – это перевод Маршака, английская народная песня. Первые известные упоминания о ней датируются 16 веком. Петр Лилюк пришел в ансамбль, владея классической гитарой. Освоил несколько старинных щепковых инструментов, включая балалайку. Сейчас у него в руках лютня, а самым первым оказался ее ближневосточный предок – Алиут. «Была мысль, что сделать надо новое звучание, чтобы оно было более аутентичным, более похоже на старинное. Причем даже современные вещи начинают звучать совсем по-другому. И она как раз уезжала в это время в отпуск, она говорит, ну вот тебе инструмент, осваивай, парочку песен выучи, как раз у нас там выступление наклевывается. Потом оказалось, что она пошутила, а я-то не знал, я за эти две недели, наверное, половину пальцев стер. Ну, выучил там партии для двух песен, и прозвучало оно очень вкусненько. И мы помнили, что вот, хорошо, когда используется другой инструмент, даже много нот не надо». Еще один музыкальный оттенок – кельтская арфа. Софии сейчас 13 лет. В 2014 году она завоевала главный приз на фестивале в Ирландии, на гербе которой изображен похожий инструмент. О том, как на самом деле звучала музыка во времена позднего Средневековья и Возрождения, абсолютно точно сказать никто не может, но музыканты такой задачи и не ставят. «Есть направление, именно аутентичное направление. Мы не аутентисты, сразу говорю. У нас другая ситуация. Вот как, допустим, мы пишут сейчас романы фэнтези, да? Мы фэнтези в музыке. Мы берем действительно дух Средневековья, но мы делаем его понятным для современного слушателя. Это наши кредо». Так провожали гостей. Зал городского театра оказался не наполовину пуст, а наполовину полон. «Я люблю орган, очень люблю. Орган стараюсь не пропускать. Но очень необычно. То, что, наверное, нам не хватает сейчас. Жена бы тоже пришла, но сидит с малышом. И поэтому мы взяли двух дочек. Замечательно, нам очень понравилось. Это очень необычно. Орган? Да, и орган, да и, собственно говоря, и лютня. Необычно. Мы не привыкли к такой музыке, и мы бы остались крайне довольны». В Анапе музыканты впервые признаются, что часто переживают перед концертами. Тем приятнее потом получать позитивный отклик из зала и повод, чтобы вернуться.